Привет, с вами Велсоком. Вернулся из мини-отпуска, из теплых краев, и вы можете оценить, как здорово жарился я на солнце по моим плюс-минус загоревшим рукам и красному лицу. Кстати, о красном. Уже второй год подряд Apple по весне радует нас всякими замечательными продукт-ред историями. И в этом году мы получили, наконец-то, фолио! Чехол в красном исполнении. Вы же его так ждали за 8 тысяч рублей. Господи, Apple, спасибо. Ну, а если серьезно, второй год к ряду Apple порадовала нас в продукт-ред истории. На самом деле, достаточно полезная борьба со спидом. И в прошлом году я вам рассказывал, в чем прикол и зачем это нужно. И как Apple уже много лет подряд сотрудничает с фондом, помогает в борьбе со спидом и так далее, и так далее. Но, к сожалению, мы не получили iPhone X в красном исполнении. Для него есть только чехольчик. А если хотите, чтобы у вас прям вот весь телефон был красный, то это iPhone 8 и iPhone 8 Plus. А вот это видео, друзья, во многом социальный эксперимент. В чем смысл эксперимента, вы узнаете в конце этого видеоролика, если у вас хватит смелости его досмотреть. А пока зашлите ко мне маленький. На какой симпатичный! В общем-то, ничем не отличающийся от белого, серого или золотого. Но, тем не менее, это вот вполне себе решение. И, кстати, а он отличается от прошлогодней версии. Я вам расскажу, чем. Ну и, конечно же, самый, наверное, интересный это iPhone 8 Plus в цвете. Красный, красивый! Давайте их распакуем, я расскажу вам пару интересных мыслей по ходу. Поехали! Айфоны, айпэды, макбуки, любая техника Apple, а также гаджеты других компаний вы можете найти в самом дружелюбном магазине biggeek.ru. Ссылка в описании. Дружочки мои, для того, чтобы настроиться на волну красных айфонов, у меня, кстати, видите, красный ремешок, здесь красный iPad, ну, в смысле, чехол, в общем, все, я такой прям, я готов. Нам с вами обязательно нужно посмотреть TV-спот, которым Apple рекламирует этот смартфон. Он настолько сексуальный, что у меня возникает вопрос. Вроде как эти смартфоны должны бороться с незащищенным сексом, ну и как бы против спида. А после этого ролика хочется в***ть вообще всех. Как так, Apple? Вот согласитесь, что прямо привстал интерес к тому, что же в этой коробке, действительно ли он настолько сексуальный. И еще раз, таким сексуальным роликом рекламировать телефон, который должен бороться со спидом, мне кажется, Apple куда-то не в ту сторону свернула. Тем не менее, у ребят большой опыт, но, видимо, им виднее. Какой из этих двух айфонов распаковать первым? Давайте спросим у Siri. Это у нас будет Орел, а это Решка. Подбрось монетку. Если вы думаете, что я такой удачливый, и мне все время падает Орел, то дело в том, что Apple сломала нахрен Siri зачем-то, уроды, б***ь. Ну, в смысле того, что всегда выпадает Орел. Если не верите, попробуйте сами. А дайте ему айфон обратно, пожалуйста. Вообще, Siri меня очень сильно огорчает, и надо об этом сделать отдельный ролик вообще о голосовых ассистентах на смартфонах, в том числе на русском языке. Ну, вот, например, мне недавно нужен был кейс. Поставив будильник на 9.30 и на 9.45. Будильник сработает в 9 часов 30 минут. А про второй мы как бы и не в курсе. То есть, это такой, знаете, очень простенький контекст внутри запроса. Например, позвони куда-то через 5 минут, сделай что-то тогда-то. Она этого тупо не может, и это, как оказалось, большая проблема. Но, тем не менее, пошел нафиг этот телефон. Давайте вот эти два распакуем красивых. И, несмотря на то, что у нас выпадал все время Орел, начнем мы с большого. Встает вопрос, а будем ли мы разыгрывать эти айфоны? Ну, если Siri нам выкинет решку, обязательно. А на самом деле, конечно же, мы разыграем один из этих. Причем, вы сами выберете, какой. Большой, маленький. Конечно, все хотят большой, потому что он тупо дороже. Это не совсем правильно. Потому что кто-то хочет компактный 4,7 дюйма экран. Пишите в комментариях, какой вам из этих айфонов больше нравится. Большой, либо маленький. И почему. И это и будет условием нашего конкурса. Написали один комментарий. Лайкнули ролик. Подписались на Велсаком. Все, три простых условия. Вы участвуете в конкурсе. Полные правила в описании, как обычно. Ну, а я, на самом деле, не ожидаю ничего интересного увидеть. За исключением одной маленькой детали. Вот здесь вот по коробке нифига не понятно. Как и в прошлом году с iPhone 7 и 7 Plus Product Red. Здесь у нас красный телефончик. Ты смотришь, такой, ха-ха-ха-ха. А на самом деле, Джонни Ай в прошлом году посмотрел мой ролик. Где мы делали черно-красный айфон. И такой, этот русский парень что-то знает. И в этом году он сделал нам ровно такой же, как мы в прошлом году, черно-красный айфон. Черно-красный. Не черно-белый, напоминаю. А именно вот такое решение. И вы знаете, я хочу сказать, что оно мне не нравится. То есть, не знаю почему. Сама задняя крышка, вот именно в стеклянном исполнении, очень симпатичная. Вот прям крутая. А вот именно черно-красное исполнение, мне кажется, слишком агрессивным. И оно как-то, ну, прям реально настраивает в очередной раз кого-нибудь. С***** что ли. В комплекте, как уже последние два года нас ждут AirPods на Lightning, а также переходничок на 3,5-мм разъем, Lightning для зарядочки, блок питания на 1 Ампер стыдный. Могли бы красному айфону положить красивый. А также вот самое позорное, что мне кажется, это то, что здесь белые яблоки. Ну, вот вы знаете, вообще идея как бы Product Red, это же Special Edition. Несмотря на то, что телефон стоит ровно столько же, как и любой другой, и ничем вообще не отличается, кроме цвета задней крышки, ну, могли бы комплект как-то сильно интереснее разнообразить. Потому что здесь яблочко красное, коробочка, вот здесь такой вкладыш красивый, продукторы тебе объясняют, за что ты, собственно, заплатил деньги, какие тут отчисления идут в организацию. Красиво-красиво. Ну, кого хера, яблоки-то белые, Apple. Ну, и на этом, вы знаете, странный подход компании к продукту не заканчивается. Не, ну, по цвету он, на самом деле, шикарный. Еще раз, за счет стекла здесь обратный эффект. Если Space Gray в iPhone 8 и iPhone 10, они такие прям реально Space Gray, очень грустные, в отличие от того же, например, Jet Black iPhone, то здесь стекло сыграло в плюс, и цвет он такой прямо насыщенный, красивый, переливающийся, все как надо. Но, вы знаете, у Apple вообще странно с цветами, потому что все продукты, чехлы, ремешки, телефон, они все разного красного оттенка, вообще все. Они вообще в один цвет попасть, в принципе, не могут. Взять тот же Space Gray, есть MacBook у нас, и вы посмотрите, какого он цвета. А есть iMac Pro, который, как бы, тоже Space Gray, но он просто на несколько тонов темнее. И мне, например, вот именно такой Space Gray хочется видеть в следующих MacBook'ах. Надеюсь, что на WWDC в начале июня нам выкатят... Сори. А, б***ь, я же iPhone выкинул. Видишь ли, в чем дело, дорогой зритель? В прошлом году iPhone был с белой лицевой панелью, с красным задником, и при этом у него были серебряные болты, а также серебряная окантовка вокруг кольца Touch ID. И это выглядело окей. В этом году нам выкатили черную лицевую панель, а болты и окантовку Lightning'а оставили металлическими. Не в цвет корпуса, не красные, не черные, а металлические. Они здесь выглядят абсолютно вообще нафиг ненужные. Как, собственно, и оттенок яблока. Он в черной версии более темный. Поэтому есть ощущение, что все делалось под снова красно-белый вариант, а в последний момент такие... Ммм, а давайте пахнем реально черную панель. И вот она здесь как-то, ну, смотрится не очень к месту, что ли. Маленькая версия iPhone 8. Приятненький айфончик. И если вы смотрели мой ролик, какой iPhone выбрать в 2018 году, вы знаете, что iPhone 8 я не взлюбил больше всего, потому что самый спорный девайс. Он достаточно дорогой, при этом у него, как бы, ну, не настолько много фишечек, чтобы вы хотели его покупать за те деньги, что он сейчас стоит. Вполне резоннее взять либо плюс-версию, либо остановиться на iPhone 7, как самом сейчас востребованном аппарате за свои деньги. Поэтому iPhone 8 в красном исполнении, это, знаете, такой буст от тепла, типа, пацаны, если вы вдруг еще не решились, вот вам красотулечка, ха-ха-ха. Покупайте и будете счастливы. В принципе, на самом деле, работает. Я вам больше того скажу. Вот вам график продаж смартфонов за конец 2017 года, четвертый квартал. И знаете, что это такое? Это профит, прибыль рынка мобильных телефонов по моделям. И вы сейчас смотрите и думаете, одни iPhone и еще пара Samsung, в чем прикол? А прикол в том, что Apple зарабатывает на вроде бы неудавшихся iPhone 8 больше, чем весь остальной рынок вообще вместе взят. Вы только вдумайтесь, iPhone 10 приносит компании Apple в 3 раза больше денег, чем 600 моделей других производителей Android смартфонов вместе взятых. Потому что Apple зарабатывает с мобильного рынка 86% денег. То есть вообще все деньги у компании Apple. Она не продает больше всех устройств. Здесь нужно понимать, потому что многие стали спрашивать меня, «А где же Xiaomi? А где Meizu? А где это? А где Huawei?» Дело в том, что Huawei молодцы, и Xiaomi молодцы, но либо они работают в минуса, либо не зарабатывают ничего, либо как Huawei зарабатывают еще на, допустим, телекомоборудовании. То есть у них структура бизнеса немножко по-другому построена. И это очень странно. И ты такой «Блин, то есть зачем вообще что-то делать, если все деньги у Apple?» Вот такой неудачный iPhone 8. Так что красная версия должна эту историю еще немножко бустануть. Ну и что бы не купить себе действительно по весне. Весной все сходят с ума. Ну такой вот красный телефончик, и угорать над ним в сезоне весна-лето 2018. А в чем же социальный эксперимент этого видео, о чем ты говорил в начале? А в том, что в этом ролике я не рассказывал вам ничего нового, по сути. И мы с вами поговорили о телефонах, которые вышли в прошлом году, и в этом году только получили новый цвет, что тоже не новинка, так как было еще в 2017. Я больше вам скажу. Я сейчас из этого видео вообще удалюсь, а оно продолжится. И соберет миллион просмотров, а вы его еще и до конца, скорее всего, не досмотрите, потому что вас начнет ломать. Вот прямо смотрите, что происходит. Я исчезаю, а вы не досмотрите ролик до конца, потому что вас заломает. Потому что на YouTube сейчас все как золотые рыбки. Нужно вот так вот делать, чтобы приковывать внимание. Посидеть и помедитировать не получится. Вот вам два красных айфона, а я пошел. Ты вот сейчас сидел, ждал, думал, в конце что-то интересное будет? Нет. Нет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.